всем привет друзья как вы видите по температуре плюс 17 у нас шикарная погода теплая безветренная мы сейчас с вами поедем благовещенскую посмотрим очень интересный пляж просто давно не было благовещенской вообще там бываю раз в месяц даже тут какой раз в три месяца где-то раз в четыре месяца но крайне редко за год я посещаю эту станицу но многие там отдыхают и я думаю что им будет интересно посмотреть на благовещенскую сейчас мы витязево едем проезжаем нашу высадку в америкам покажу как вы видите все нормально все в порядке на месте я думаю что через полмесяца йоги стриме должна приняться но сегодня мы едем благовещенскую поэтому усаживайтесь поудобнее берите любимые напитки не знаю может быть что-нибудь вкусненькое и давайте посмотрим как выглядит благовещенская сегодня у нас на календаре 18 апреля погнали и 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 еще раз поближе всем привет в общем мы на бугарской косе я говорил о благовещенской это не означало что мы едем на конкретную центральный пляж благовещенской в общем сейчас я вам покажу с одной стороны кизилташский лиман а потом мы подойдем к черному морю очень многие летом спрашивают про благовещу почему не ездишь дело в том что летом припарковаться где-то вот недалеко от косы невозможно либо нужно платить достаточно немалые деньги по порядка 200-300 рублей но так как я приезжаю обычно минут на 15-20 ну край на полчаса мне конечно жалко мало того что тратить деньги сюда на бензин и полдня по сути времени потому что от анапы 40 с чем-то километров до этого места так еще и 200 рублей или 300 заплатить за парковку ну такое себе удовольствие считаю поэтому летом я сюда не приезжаю а ходить 40 минут пешком от того места где еще как-то можно попытаться приткнуться ну такое все удовольствие когда плюс 40 плюс 35 на солнце летом так что поэтому ловите зимний обзор точнее весенний обзор вот весну еще можно сюда приехать без проблем вообще вот отсюда начинается пешеходная зона то есть здесь нельзя ездить на автотранспортных средствах поэтому собственно мы прогуляемся пешочком здесь уже непосредственно охраняемая зона до в плане того что природная охранная зона и поэтому здесь нельзя ездить на автомобилях но зато можно ходить пешком там кстати люди я не одна здесь это хорошо это уже что мне показалось когда въезжала в эту часть благовещенская на бугарскую косу показалось тут вообще нет людей я приехала вроде тепло хорошо погода солнечная замечательная но людей как-то и не было сейчас вижу что люди есть в принципе место очень атмосферное особенно если вы попадете сюда летом потому что в целом отдых благовещенской в том числе и на бугарской косе это такой аскетический отдых потому что здесь нет супер развитых благ человечества которые есть например витязева в том же да в соседнем курортном поселке здесь какая-то своя атмосфера видео даже какой-то каркасный то ли домик то ли будет точка какая-то строят видите оказалось бы такая зона охраняемый ну так как здесь не капитальное сооружение я думаю что этот закон обойти можно можно было и туда пройти кстати вот следы от автомобилей здесь имеются но вот конкретных автотранспортных средств я тут не вижу так что может быть это давние следы сейчас скажите куда я топ и почему я куда-то вверх забираюсь потому что я честно не помню здесь выход к пляжу ближайшие короткие поэтому мы с вами погуляем немножко по бугарской косе вот по факту по бугарской косе слава богу ходить тут можно как красиво смотрится а здесь вот такие вот песчаные насыпи кстати тут могут водиться змеи вполне вероятно это их нормальная среда обитания у меня как-то последнее время в общем мне говорят про какого-то паука я даже сейчас название его не вспомню потому что я с ним не сталкивалась поэтому не знаю насколько он может быть там опасен или нет куда меня больше пугают змеи если уж брать по факту что я конкретно видела своими глазами но даже змеи мне сейчас не испортят настроение потому что я очень давно не была на бугарской косе иду иду и неизвестно просто гуляем с вами по барханам это не дюны они немножко уже не такие ведь здесь даже песок другой здесь ракушечник то есть почему их мы и так боремся за сохранность наших дюн потому что совершенно другой песок не искусственный настоящий кварцевый песок и вот благовещенская уже другой песок идет тут не такие барханы как у нас видите тут и растительности на них много кстати вот пожалуйста просыпаются растения от зимней спячки ох какой ужасный грязный пляж на бугарской косе аскетичный отдых нам ничего не сказать если у нас там центральные пляжи убирают трактор вывозит мусор то здесь то здесь я немножко шоке при невероятной красоте вообще моря и такого удивительного места потому что благо бич это по сути бугарская коса который разделяет море и кизилтарский лиман здесь вот смотрите я тут отдыхать час не стала хотя летом приезжала я когда-то еще восемнадцатом или семнадцатом году мне очень понравилось бугарская коса то что я вижу сейчас немножко меня шокирует и мой мозг не готов был увидеть такое такую грязь такую кучу мусора вообще просто жесть просто жесть смотрите капец я в шоке сколько мусора ухты и птички мертвые вот пожалуйста тут тоже они были просто тут их некому было собирать поэтому сейчас вам покажем мертвых птиц их уже порядком присыпало песком даже давно они выплывали ухты блин да пляже конечно в ужасном состоянии но море просто невероятно что момент даже нет слов что ли одни эмоции такая красивая лазурь и бирюза море и такая гора куча мусора непозволительно грязно для такого красивого места вот что бывает когда приезжают люди не объяснить людям что надо как-то бережнее относиться к природе не мусорить что у этих людей в головах непонятно ну тогда будем наслаждаться красотой можно конечно и на грязь акцент делать но все-таки я приехала ради моря еще раз повторюсь это бугасская коса благовещенская с долей грусти от увиденного я думаю что многие кто приезжал в анапский район однозначно либо слышали либо точно посещали это место как одна из достопримечательностей анапского района причем одна часть бугасской косы в анапском районе другая автоманском там в районе волны населенного пункта или веселовка даже надо было веселовка на той стороне вот она уже к анапе не относится поэтому губнарская коса делит еще два района краснодарского края на части только я могу ошибаться может быть это и темрюкский район все-таки не таманский может быть там они входит состав темрюкского района поэтому могу ошибаться его я больше знаю то чтобы ту сторону сторону новороссийска но волны просто сказка они тут прям боковые такие и вот удивительно но по моему водоросли нет море кристально и прозрачное сейчас попробуем подсмотреть с вами прозрачная слеза ребенка чистая прозрачная ох люблю море знаете такое вот без людей но уже тепло это не зимнее море тоже весенне-летнее море то есть уже можно даже снимать курточки наслаждаться солнечными лучами прогуливаться вдоль моря дышать морским бризом у меня что не день то праздник в плане того что я постоянно приезжаю в красивые места ну это правда чем ближе к лету тем места становятся красивее но вот конечно не замечать мусор я просто не могу что хочется любоваться полноценной красотой а в итоге любуешься но тем что есть сожалению да люди свиньи но мы еще ради интереса доедем до центрального пляжа самой благовещенской нет просто интересно там тоже такая вот куча мусора горы мусора и даже не куча это горы мусора все побережье все усыпано какими-то пластиком стеклом у деревянске это понятно это вот вот как на есть про ремесло такое когда из деревяшек морских которые выбрасывают во время шторма делают поделки то есть это даже круто когда находишь такие интересные деревяшки и потом их как-то пытаешься творчески улучшить декорировать и потому что и заработать это неплохо это называется рукоделие но пластик и прочее вытекающие неприятное то что нам дает шторма и вот люди после сезона конечно ужасно вот интересно мы вот через пляж благо бич пройдем к машине или нет как думаете то что я заходила сюда вообще какими-то окольными путями но надеюсь что назад хотя бы выйду нормально хотела понаслаждаться благо бич для меня был это такой интересный пляж мы вот забирались на ту смотровую точнее это не смотровая спасательная спасательный пост но мы были после лета здесь то есть уже и спасателей не было но ее еще не разобрали вот мне вот интересно вот эти навесы уже сделали к лету или их просто еще не убрали с прошлого года такой вот вопрос тоже меня интересует тут вот смоты пытались кучки разгребсти кстати вот на пляже благо бич сейчас идет как раз таки уборка территории видите я вот прошла дальше пляже благо бич ну думала там тоже косу почистят но на самом деле чистят только прилегающую территорию благо бич так что хвои птицы там на все всего хватает видите сколько мусора благовещенская но там убирают я думаю что если мы приедем на центральный пляж там такого не должно быть вот я сейчас беру свои слова обратно вот именно пляж благо бич он именно так и называется он чистый вы смотрите всю территорию уже убрали вот это уже мне нравится но вот интересно будут ли они убирать соседнюю территорию пляжа покажу вам еще раз здесь это вот последняя кучка крайне собранного мусора дальше идет остатковенная свалка ну что ж будем надеяться что к лету все-таки приведут порядок на этой территории сам пляж благо бич убран вот только что я вам показала а мы идем дальше едем на центральный пляж благовещенская я надеюсь что там тоже будет убрана во всяком случае раз здесь убирают территорию наверное должны там убирать посмотрим